Погода в Карачаево-Черкесии Погода в Карачаево-Черкесии Погода в Карачаево-Черкесии Он собрал и напечатал более 500 карачаево-балкарских пословиц и поговорок о лошадях. Увлекся этой темой Тимур Дадаев всего полгода назад. Где и как он собирал фольклор? По какой специальности работает? В чем смысл созданной работы и планирует ли он еще что-то издавать? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии Тимур ответит моей соведущей. Были Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Тимур. Доброе утро. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и приехали сегодня к нам в гости. А поводом для нашей встречи стало то, что вы собрали и издали более 500 карачаево-балкарских поговорок и пословиц о лошадях. Интересно, это любовь к фольклору или все-таки к лошадям? Больше, наверное, к фольклору, да. Но и к лошадям тоже с детства. Я, поскольку в селе вырос, то лошади не чуждая для меня. Я начал, можно сказать, изучать, просто читать наш фольклор по этому направлению, по сборнике пословицы искать. Вообще, как эта идея пришла? Не скажу, что я специально что-то... По ходу того, как читал, там на многие темы, вы знаете, и одна из них, лошади, я начал записывать просто для себя, для своих друзей. И потом уже какие-то робкие мысли были первые. А что, если их станет больше, больше еще? Тогда можно было бы издать. И вот так она, можно сказать, случайно это получилось. Тимур, скажите, пожалуйста, как долго вы это собирали, сколько лет? Где вы это собирали, где вы это находили? Ну, нет, там все вместе, даже если взять, это полгода, около полгода, не больше. Так быстро? Да, у Чайкени. В основном это работа вот с этими книгами. То, что прочел... А с какими книгами? Вот в источниках там 15 книг, это 15, те, в которых я нашел. Есть еще несколько, что около, может, пяти, которые я тоже читал с надеждой что-то обнаружить. Но либо там не было, либо были повторы. А в основные источники, вот их 15, там на последней странице сейчас. Вот из них. Я знаю, что по профессии вы юрист, а работаете в строительной сфере. Ну, так как вы человек творческий, есть ли, наверное, у вас какие-то задумки что-то еще собрать, что-то еще напечатать на другую тему, например? На другую? Я бы хотел вот это продолжить. Еще больше собрать? Уже их больше, уже около 540, которые... Но хотелось бы перевести на русский язык, комментарии дать с помощью уже специалистов-каневодов. Чтобы это наше, как бы, достояние, скажем так, то, что от предков пришло, оно и доступно стало всем русскоязычным пока. Перевод хотите сделать? Да, да, чтобы все они тоже познакомились. Ну что же, мне остается пожелать вам удачи и новых свершений. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Наш телевизионный эфир в 9.00 продолжит программы Карачаевской редакции. А следующий выпуск «Вестей» с Ашимезом Пхешховым смотрите в 14.30. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Скидки? До 80%? Да. Распродажа в 5.85 золотой. Украшение со скидкой до 80%. Надо брать 5.85 золотой. Дарите эмоции. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит. Поставки не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж – больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Безопасное лечение катаракты в клинике 3Z. Пройдите диагностику и сделайте операцию всего за один визит. До конца зимы диагностика перед операцией бесплатна. В клинике действуют строгие меры профилактики коронавируса. Запись по телефону 8 800 333 4167. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова